Ребята, всем привет! Вы на канале ГАЗ. И сегодня у нас лучшие голы ЕФЛ. Команда Чистопитер выбирает прекрасные голы со мной в лице этой прекрасной единой команды Бортес. Макс Бортес, вы его точно знаете. Если не знаете, загуглите. Это легендарный лотанец сборной Франции, играл, кстати, против роднилого нашего тренера и многих других. Максим Вотинов, легенда ФНЛ. И сейчас эти люди, которые не понаслышке знают, что такое красивые голы, будут выбирать. Ребят, первый вопрос. Вы знаете, что-нибудь происходит? Хорошие молодые перспективные парни там играют, знаю точно. Вот это вот неплохо, это лучше. У нас с каждого региона по лучшему голу и среди самых лучших мы выбираем самый красивый. Начнем, наверное, с первого гола. Зона Юг. Давид Багдад Сариан забил прекрасный гол. Сейчас оценим. Обычно забота нет. Да, угловой, не угловой. Разыграли. Страханцы, не знаю, чего. Тем не менее, тут же отсылают. И это гол. Вы посмотрите, вы посмотрите, что. Что это было. Это недосухой лист получается. Вообще непонятно. Такой без корешка, да? Я видел недавно такой гол Ракитич забивал, кстати. Не, ну подожди, посмотри. Разыграли, но он сто процентов сделал подачу. Ну это подача, это подача. Мне кажется, Ракитич недавно посмотрел, чтобы Багасарян забил такой гол. Да, да, и так же решил повторить. Так, давай, с точки зрения вратаря. Вратарьский гол? Нет, нет. А вратарь был там вообще? А может там ветер был сильный? Из-за этого закрутилась ворота? Нет, посмотри, вратарь как маленький мальчик. Сколько рост? Метр шестьдесят. Конечно, это тренерский гол, который выбрал такого вратаря. Это была подача и ошибка вратаря. Ну, гол хороший. Ну, попал. Попал хорошо, да. В дальний угол закрутил, да. Так, запоминаем, идем дальше. Но у Давида, знаете, что любимый игрок Генри Хмикитариан. Кстати, у нас обычно выбирают Месси, Кричио Роналдо. Может, он вел такой же гол, как Генри забил? А мне кажется, что да, вот молодец, потому что в Российской линии у него спирсианок. Кстати, один из лучших игроков. Да, согласен. Согласен. Болеет за ту дрость? Нет, это гол невзрачный. Да, тогда не очень, если за ту дрость болеет. А если бы он сказал чисто Питер? Тогда сразу выбрали волосы. Выбрали волосы. Вообще красавица. И вот знаешь, что? Каждый раз, когда мы это снимаем, я спрашиваю у ребят, кому бы они хотели вызвать, вызов кинуть. И это из ту дрость. Насколько ребята смотрят и любят команду ту дрость. Так вы видели, сейчас в метро везде это из ту дрость. Но рекламу Кубка России. Он везде, конечно. Ну, проходит пока потихонечку, молодцы. Дона Центр. Здесь у нас Шор Металург против Шор Белгород. Никита Киселев. Шикарно сыграл вратарь Металурга. И нет офсайда. Показывает Лайнсман в штрафной площади. Киселев. Киселев двигает печь сам. Овик здесь рядом. Есть удар Киселева. В дальний угол. Туполь седьмого номера Липецкого Металурга. Ой-ой-ой. Ну, как Месси. Навозил двоих. Хорошо ушел в центр. И в дальний попал. Слушай, ну, правая его человечка рабочая сразу видно. Да. А я знаю, что всегда отмечают то, что 70-ая минута. Один-один. Да. Да. Выводит команду вперед. Молодец. Капсай. Игра до гола. Да. Практически. Вот. О чем я говорю. Любимый игрок Килиан Попе. Ну, так же он смещает центр и бьет. Ну, тенденция, знаешь, вот раньше, кто помоложе, всегда Криштиану Месси, а сейчас... Рональдинию. Рональдинию, да. Ну, вот что. Самое такое опять. Тудроц. Не, ну, опять плохой гол увидел. Нет, а сейчас смотри. Болезнь зенит. Болезнь зенит. Разбирайся в футболе. Давай плюс-минус сделаем. Что-то между. Знаешь, это... Ну, вот второй гол мне больше пока понравился, чем первый, могу сказать. Да, ты запоминаешь, потом... Да. Это когда, знаешь, в батарее 100% и 0%, вот тут 50% батареи. Вроде хорошо, а вроде... Ну, вот здесь вот индивидуальные действия. Там розыгрыш стандарта. Нет, мне очень понравилось, как он второго убрал. То есть, настолько быстро у него нога сработала. И он еще почти без замаха потом ударил. Вот это круто. В северо-запад. Вот наш ленинградец Череповец. Ой-ой-ой, интересно будет. Егор Козырев из Ленинградца забил. Вот такой вот был. А у нас же Козырев тоже играет. У нас Максим, правда, Козырев. Да. Сейчас по блату будет. Вот у головного флага против двоих. Двоих прошел на дриблинге. Здорово. Смещается в центр. Передача под удар. И Козырев! И Козырев забивает. А вот вам, пожалуйста... Нет, но тут красивый не гол. Тут красивое предигровое действие. Гол. Слушай, он двоих обыграл. Навозил на метре, да. И дальше шел. Как говорится, на самом платке. А там же был момент, который можно было не поверить, что он еще ходит. Но он рванул до конца. Да, до конца сыграл. Молодец, да. Вот, можно нам сделать заново. Ну, вот это. Корпус, да, да. Продобил. Еще троих его убрал. Я думал, он отсюда пробьет. И знаете, что обычно, кстати, это хорошо. Обычно вот игроки, когда выполнили несколько успешных действий, они сами хотят закончить. А он не пожадничал и на команду сыграл. Молодец, да. А минутка какая у матча? 65-й и 1-0. Да, опять такой гол, который в разрез идет. Важный, хороший. Лидирует пока второй. Не надо говорить. Ты еще не делал все. А мы, Егор Козырев, игрок Месси. Ну, по факту Месси самый лучший. Но медиафутбол, например, он не смотрит. При Волжье, Шаронов, Роман и из Амкара, нефтехимик Академии Амкар. Здесь мое сердечко где-то забилось чуть посильнее. И я уже... Хорошо, что не я выбираю, потому что я... Вы тоже любите реальных пацанов? Верно. Фамилия-то футбольная. Думаю, хороший гол должен быть. И да, 4 футболиста. Двое из них мяч так немножечко прикрывает. Ну, давайте смотреть. Разбег. А, вот так вот решили оригинальный удар! Да нет! Ой-ой-ой! Слушай, ну, здесь точно домашняя заготовка. 100%. Вот тут я отмечу только удар без разгона. Да. Вот это было здорово. С места надо хорошо еще ударить, сильно попасть. Это красавчик. А еще главное запомнить, что именно ты должен бить. Да, да. А то их 4 было-то. Смотрите, да, мы уже, кстати, видим второй гол. Со стандартного положения. Розович углового, розович штрафного. Этот мне больше понравился. Так, Сипскана любимый игрок. Значит, он играет в центре... Опорник, да? Да, такой опорник, такой злой. А известно, сколько ему лет, или он тоже скрывает? И последний гол у нас тоже с Приволжья. Забил его Егоров Константин. И, конечно, только у него здесь написано Александр. Из Мордовии. В матче 19-го тура Уфа-Мордовия. Блин, мне так знаешь, что нравится, что вот ЮФЛ играется на основных стадионах команды. То есть это основной стадион Уфы. Мы видели стадион в Липецке, где большой такой атмосферный стадион. Так же в Нижнеканске. Так это мотивирует, это мотивирует у них футболисты. На таких стадионах приятно играть. Показывать класс, уровень. Мордовия начинает свою атаку. И очень неплохо по левому флангу. Ее заканчивают. И удар по воротам. Удар! И ох, какой гол залетает прямо в девяточку. Это свечка какая-то, такая полусвечка. Такая свечка, посмотрите, удар. Ну там не сильный удар был, получается. Просто хорошо направил в дальний. Нет, он подрезал мяч, нет? Он подрезал. Подрезал, да. Полупарашютик, полунавесик, полуудар. У Егора любимый игрок Криштиану Роса. Вот мне тоже. Похож на вот, как Ронало тоже смещался в центр и в дальний. Да, да, и подбирал ножку правую, чтобы ударить. Смотрите, а сейчас вот точно, наверное, первый раз за все выпуски любимая команда Родины Медиа. Последний чемпион и он всех выбирает последних чемпионов. Нет, я могу сказать, почему. Поскольку его игрок, которому он симпатизирует, это Виктор Блатов. Возможно, то, что он смотрел его со времен Амкала. И когда Витя перешел в Родину Медиа, он стал поддерживать Родину Медиа. Знаешь, как бывает... Есть любимый игрок, и он за ним всегда смотрит и следит. Да, в таких случаях обычно игрок, которого поддерживают, он играет в новой команде. Тут как-то самое... Сейчас молодец, сейчас молодец. Ну, ребят, такие прекрасные голы у нас были забиты. Хорошие голы были, да. Можете поспорить, можете подискутировать. Я, смотрите, я вот, если мы выйдем за рамки лучший гол, я отмечу проход того паренька от углового флага. Вот лучший проход, если есть рубрика, это он. А лучший гол, это последний. Отличный черпачок. Мне больше понравился розыгрыш штрафного, и он хорошо хлестко попал в дальний угол. Мне больше вот этот гол понравился. Ну, давайте выберем самый красивый. Я могу, обычно я так не делаю. Ну, обычно я не делаю. Тогда решайте вдвоем. Вот ты выделил проход. Ты согласен, что самый красивый гол? Проход хороший, да. Да, но самый красивый гол, это удар. Ты штрафной думаешь? А где он с разворота, без разгона черпачком? С места ударить, наверное, плотно в девятку, это тяжело на самом деле. Так, ну, они оба ударили с места, считай, в девятку. Кто-то был на ходу, в движении, а тот развернулся, и надо попасть с разворота поворотом. Хлестко, это очень сложнее. Удар, технический удар. Нет, я не думаю. В футбольном прошлом, понятно. Давай, профессионалы тебе сказали. Вот это розыгрыш шарфного. Ладно, проявлюсь в Шаронов Роман тогда. Проявлюсь в французскую лояльность. Тебе багет подарим. А Шаронов Роман, лучший гол. Тебе пожелаю, что развиваться не останавливается на достигнутом. Если твоя мечта играть в Амкаре, это неплохо, но развивайся, короткости до главной команды. Следи за нами, следи за чисто Питером и просто за медиа-футболом. Мы верим тебе. Ребят, спасибо, что пришли. Спасибо большое. Спасибо, что выбрали самый красивый гол. Помоги мне. Надеюсь, вы тоже будете, в свою очередь, следить за ЮФЛ, потому что такие звезды... Теперь будем. Перспективные звезды есть, хорошие. Вам большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok